Начнем сегодняшнюю работу и сегодня мы поговорим о позвоночных животных, ну и более конкретно о рыбах и земноводных. Давайте я тогда включу презентацию. Давайте начнем вот с чего. Если вы видели, как была сформулирована тема в плане, я ее немного переформулировал. Почему? Потому как в формулировке, которую вам предложили, был указан класс рыб и класс земноводных. Но на самом деле мы сейчас увидим, что рыбы в современной систематике это не один класс, а большая парафилитическая группа, полифилитическая и парафилитическая. Но об этом разговор немного впереди. Вот с земноводными более просто в плане вот такой глобальной систематики будет. Хотя тоже имеются определенные вопросы. Ну давайте вспомним, а где же находятся вот эти группы в общей системе хордовых животных. Так мы с вами встречаемся в этой аудитории первый раз. И говоря о хордовых животных, начиная говорить о хордовых животных, пускай мне с самого начала начнем и не все группы рассмотрим. Но в любом случае стоит отметить, что хордовые животные, ну зоология позвоночных принципиально отличается от зоологии беспозвоночных тем, что в курсе зоологии беспозвоночных мы рассматриваем целый ряд типов животных с разным планом строения. Рассматривая зоологию позвоночных, мы рассматриваем представителей только одного типа, хордовые, которые имеют общий план строения, ну и собственно эволюционную линию. Понятно, наверное, всем, что рассматривая эволюционный ряд хордовых животных, это не прямая эволюционная линия эволюции хордовых шла тоже довольно сложным путем. Здесь много соответствующих разветвлений и далеко не все следующие друг за другом группы, они напрямую родственные друг другу или происходящие одна из другой. Картинка несколько сложнее. Но так или иначе тип, который мы рассматриваем, тип хордовая. И в этом типе выделяют три подтипа. Подтип бесчерепные, к которым относится только один единственный класс, головохордовые. Ну, собственно, это ланцетники. Подтип оболочники, в которые входят в современной систематике четыре класса. Я не буду их называть, потому что мы в школьной программе не рассматриваем эту группу животных, но те, кто будет учиться у нас в университете дальше, в курсе зоологии позвоночных оболочников мы с вами подробно изучим. В современной систематике группа миксин выделяется как самостоятельный класс, причем не совсем понятно, где он в систематической группе находится. Вот такое своеобразное положение. Ну, и подтип позвоночные, к которым будут относиться все остальные хордовые животные. Ну, и по названию понятно, что они имели, или, по крайней мере, имеют, или, по крайней мере, предки имели позвоночник. Вот давайте посмотрим, а какова же группа позвоночных животных от типа позвоночная. И здесь можно выделить сразу две большие группы бесчелюстные, то есть позвоночник уже сформировался, а челюсти и парные плавники еще нет. И в современной систематике из современных, из ныне живущих животных к ним относятся только миноги, класс, который во многих устаревших уже системах называют круглоротые. В современной систематике такого класса нет, но пока мы будем, так сказать, ограничиваться школьным уровнем, и поэтому я дублирую названия. И вторая группа – это челюстнороты, то есть те, кто имеет челюсти. И в челюстноротах мы тоже выделяем две группы. Чаще всего их выделяют в систематике, в современной систематике, на уровне надкласса. Надкласс рыбы и надкласс четвероногие. Вот, глядите, уже появляется противоречие, которое даже в названии нашей сегодняшнего занятия отражено. Мы говорили в начале, позиционировали, как класс рыбы, что, в общем-то, в ряде школьных учебников даже так отображено. Но в современной систематике показано, что хрящевые и костные рыбы – они не родственники. Более того, они не являются прямыми родственниками. Более того, исторически костные рыбы возникли несколько раньше, чем хрящевые. А если глубже посмотреть на современную систематику, то и класс костные рыбы сейчас разделяется на два класса – лопастоперые и лучеперые рыбы. Ну, в принципе, такое деление внутри класса костных рыб, внутри группы костных рыб было всегда, сейчас они выделяются на уровне класса. Я думаю, это не столь принципиальная разница, как мы будем называть ту или иную систематическую группу. Но вот если вы будете пользоваться источниками не только школьного учебника, то увидите здесь определенное разночтение в разных источниках. Наткласс четвероногие вам лучше всего знаком. Это земноводные, пресмыкающиеся птицы и млекопитающие. Не знаю, как у вас. У меня, к сожалению, последний ряд закрывает панель управления. Ну, если не видно, то после класса птицы еще идет класс млекопитающий. Вот, собственно, про надкласс рыбы мы сегодня и поговорим для начала, потом перейдем к земноводным. Хрящевые и костные рыбы. Ну и, наверное, о их происхождении. Если мы говорим о челюстно-ротах, то надо посмотреть, а в каких же условиях появляются эти самые челюсти. Почему вдруг в эволюции начинается и идет появление основных признаков челюстно-ротых? Это наличие челюстей, наличие механизма, который эти челюсти поддерживает, наличие парных плавников. Бесчелюстные не имели парных плавников. Ну, соответственно, у четвероногих парные плавники преобразуются уже в парные рычажные конечности. Собственно, в ходе эволюции те, которые бесчелюстные, они, собственно, морские формы. И появление челюстно-ротых связано с переходом из морских вод в пресные. С чем связан такой переход? Почему вдруг? Ну, потому что возникло большое количество текучих пресных вод. Появилось большое количество рек. В свое время, не будем сейчас к геохронологической таблице привязываться, в любом случае все эти отсечки временные можно найти и дать. Происходит даже несколько расколов суперконтинентов Пангея. То есть, когда-то на Земле не было большого количества континентов. Был единый суперконтинент Пангея, который был разделен на два. Северный Лавразия и южный Гондвана. И вот эти континенты тоже раскалываются. И вот пока существуют суперконтиненты, ну, скажем так, ветер не может заносить облака далеко в эти суперконтиненты. Они представляли собой сухую каменистую пустыню. И, собственно, рек там практически не было. Только у самых-самых побережья небольшие ручейки. После расколов воздушные массы смогли проникать глубоко, уже такие не очень крупные континенты. Там выпадают дожди и формируются, соответственно, поверхностные воды и текучие воды реки. Ну, раз они появились, значит, они будут как-то заселяться и растительными организмами, и животными организмами. И постепенно, в том числе, позвоночные начинают в них проникать. К проникновению позвоночных в реки способствует еще и приливная динамика. Потому что морские воды с обитающими там животными зачастую при приливе поднимаются в эти самые реки, при отливе выходят из этих рек. И вода в густевых частях рек является опресненной. И соленость будет изменяться в соответствии вот с этим приливным циклом. То есть они уже сами попадают в эти самые пресные воды. А пресная вода, соответственно, текучая. Раз текучая, значит, в ней как-то надо противостоять течению и активно плавать. В связи с этим начинает развиваться локомоторный аппарат. Усиливается, становится более мощный хвост. И формируются лопастные типы хвостов. Появляются постепенно парные плавники и появляются челюсти. Потому что добыча более подвижная и ее надо удерживать. Поэтому происходит формирование челюстей. Из чего формировать челюсти? Имеются у бесчелюстных жаберные дуги. И, собственно, первые жаберные дуги идут на формирование челюстей. И сначала формируется так называемая челюстная дуга. То есть одна из первых жаберных дуг. Она как бы переламывается и формирует челюсти. Начинает уже удерживать добычу. Но пока эти челюсти никак не закреплены. Они просто лежат в толще мускулатуры. Поэтому мощность этих челюстей может быть очень небольшая. Для того, чтобы челюсти выдерживали какую-то серьезную нагрузку, нужно их как-то прикрепить. Вот на прикрепление челюстей к осевому скелету, то есть к черепу, который к этому времени уже сформировался, идет вторая жаберная дуга. Здесь она показана синим цветом. И из нее формируется подвесок, или как мы его называем, гемандибуляр, который, собственно, прикрепляет челюсти к мозговому черепу. И нижняя часть формирует геоид. Нижняя часть этой жаберной дуги формирует геоид, который подстилает челюсти снизу. Таким образом формируется такой способ прикрепления челюстей, как геостелия, то есть прикрепление через подвесок, через гемандибуляр. В дальнейшем в ходе эволюции многократно будет возникать аутостилия, то есть прямое присоединение, когда, собственно, верхняя челюсть будет прирастать к мозговому черепу. У нас с вами аутостилия, то есть у нас с вами верхняя челюсть намертво приросла к мозговому черепу и входит в состав его донной части. Вот один из векторов развития – это формирование челюстей. Далее я уже сказал – формирование парных плавников. Плавников у бесчелюстных форм плавников не было. При проникновении в текучие пресные воды усиливается хвостовой плавник и начинают появляться парные плавники. Сначала как сплошная боковая складка, которая может быть разрезана на несколько пар плавников. Ну, в ходе эволюции наиболее важными, наиболее значимыми оказались первая и последняя пара, и, собственно, они идут на формирование грудного и брюшного плавника, промежуточные редуцируются. Вот в данном случае показана одна из рыб, из довольно примитивных, древних, келюстноротых уже рыб, у которых парных плавников несколько пар. Они часто преобразовывались в колючки, формировали такие иглы, колючки, подобные мощные образования. Ну и таким образом постепенно формируется вот такой вот типичный общий план строения для позвоночных животных. Ну, рыбообразных, пока они еще не вышли на сушу. Да, соответственно, еще ранее хорда замещается позвоночным столбом, формируется мозговой череп и формируется уже развитый, мы говорим, висцеральный череп, который состоит из челюстей и жаберных дуг. Причем одна из жаберных дуг может пойти на прикрепление челюстей, то есть формировать дистилей. И формируются парные плавники. Ранее их не было. Есть еще один вектор развития позвоночных, когда они вошли в пресные воды. Это защита от чрезмерного обводнения. Но сегодня мы об этом говорить не будем. В школьном курсе эти аспекты не рассматриваемы, соответствующее экзаменах их не будут. Но когда будете уже изучать курс зоологии позвоночных в университете, водно-солевом обмене рыб, о том, какими путями решается проблема обитания в тех или иных водах у рыб, мы с вами поговорим. Таким образом переходим непосредственно к систематике тех групп, которые мы будем рассматривать. Вот в итоге мы пришли к тому, что в типе хорновых, в подтипе позвоночной имеется надкласс рыбы, и в нем класс хрящевые рыбы. Ну, хрящевые рыбы в настоящее время группа очень немногочисленная. Имеется всего два подкласса. Пластино-жаберные и цельноголовые. К пластино-жаберным относятся акулы и скаты. К цельноголовым очень небольшой отряд химер. Ну и костные рыбы. Мы можем выделить их как класс с двумя подклассами, ну или как в современной систематике несистематическую группу костной рыбы, в которую входят два класса лучеперые и лопастоперые. Ну вот давайте теперь перейдем к строению рыбы. Если говорить о форме тела, но мы привыкли говорить и читать, что форма тела у рыб обтекаемая. И вы прекрасно понимаете, что это далеко не всегда так. Я бы сказал, исходная форма тела у рыб обтекаемая. В ходе дальнейшей эволюции, в ходе дальнейшей адаптивной радиации, в зависимости от места обитания, которые осваивают рыбы, она может быть уплощенная у донных форм, она может быть даже очень сложная у тех форм, которые обитают в зарослях растительности или в зарослях кораллов. Ну то есть форма тела у рыб, особенно у костных рыб, очень может сильно изменяться в зависимости от их экологии. Покровы у рыб, кстати, как у всех хордовых животных, покровы двуслойные. Двуслойность покровов хордовых, но в принципе является их специфическим признаком. У хордовых два слоя кожи, кожа двуслойная, она состоит из эпидермиса и кутиса или развитый кутис, мы называем кориумом. В более продвинутом варианте, как у млекопитающих, кориум называют дермой. И они имеют разные происхождения, потому что эпидермис – это эктодермальный зародышевый листок, дает эпидермис. А кориум, кутис, он происходит из мезодермы. То есть два слоя. Для рыб и для хрящевых, и для костных характерно большое количество желез в эпидермисе. Причем у них железы одноклеточные, то есть имеются железистые клетки в эпидермисе, которые выделяют слизь, защищающую от механического повреждения. В определенных условиях у разных видов эта слизь может становиться ядовитой. И мы прекрасно знаем, что у рыб бывает чешуя. А вот чешуи у рыб бывают очень разные. Для хрящевых рыб, для акул и скатов, характерны плакоидные чешуи. Этот тип называется так. Ну и если мы рассмотрим строение плакоидной чешуи, мы увидим, что плакоидная чешуя состоит в основном из дентина, имеет зубовидную такую форму или крючочек на конце, который покрыт плотной эмалью. Внутри вот этого дентинового, чаще всего конусообразного образования, имеется полость с входящими туда нервами, кровеносными сосудами, остатками съедительных тканей. Называется пульпа. Я так понимаю, что такое строение вам хорошо знакомо. Если мы бывали в стоматологическом кабинете, то видели на стене у стоматолога строение зуба. Оно имеет точно такое же строение. Слой эмали, слой дентина и пульпа внутри. Теперь мы можем сказать, откуда же произошли зубы. Зубы у позвоночных животных, у челюстноротных животных, это производная плакоидных чешуй. Но кроме вот этих элементов, которые напоминают зубы, в плакоидных чешуях есть еще один важный элемент, про который не так часто акцентируют внимание. Это базальная пластинка, на которую опирается эта плакоидная чешуя. Базальная пластинка состоит из костной ткани. И вот в дальнейшем, в ходе эволюции, эта костная базальная пластинка дает все остальные типы чешуи и рыб участвуют в их образовании, с одной стороны. С другой стороны, она принимает участие в формировании скелета. Покровные кости начинают формироваться при погружении, срастании и разрастании вот этих базальных пластинок. То есть какой-то предтече, какие-то предварительные закладки для образования покровных костей при костенении скелета у рыб уже имеются. Ну вот, зубы акул разных вымышек, современных, разных размеров. Есть не что иное, как производные плакоидных чешуй. Ну и нам, так сказать, они в наследство достались. Другие типы чешуи у костных рыб. Те же два слоя кожи, тоже тело покрыто чешуями, но чешуи бывают разных типов. У ряда вымерших рыб имелась так называемая космоидная чешуя. Следующая, то есть, когда вот эти дентиновые зубцы сливаются между собой в отдельные чешуи. Далее, ганоидные чешуи. Утончается слой дентина, там еще ряд изменений происходит, детальных. Опять же, сейчас мы об этом говорить не будем. И у костистых рыб, у большинства современных костистых рыб наблюдается костная чешуя. То есть, чешуя, состоящая только из костной пластинки, дентиновый элемент, она полностью утеряла. Причем они бывают двух типов. С зазубренным краем, и тогда мы такую чешую называем ктиноидная, и с округлым краем. Ну, круг, цикл, соответственно, циклоидная чешуя. Ктиноидная и циклоидная чешуя. Вот, наверное, основные моменты, которые можем сказать про покровы рыб. Скелет. Скелет состоит из черепа. Причем череп, мы выделим две основные части. Это мозговой или осевой череп, тот, который формирует черепную коробку, и висцеральный череп. У хрящевых, пожалуйста. Это, соответственно, жаберные дуги их производные. То есть, жаберные дуги, челюсти, подъязычная дуга с гемандибулярным и геоидом будет относиться к висцеральной части черепа. Далее, позвоночник, который у рыб делится на два отдела, туловичный и хвостовой. А также пояса парных плавников и сами парные плавники тоже имеют скелет. Ну, плюс скелет не парных плавников, которые были. Вот давайте рассмотрим строение черепа. У хрящевых рыб мы можем говорить о черепной коробке, в которой можно выделить четыре отдела. Обонятельный, обонятельные капсулы, кленовидный, там, где находятся глазницы, слуховой, где слуховые капсулы, и затылочный, к которым крепится позвоночник. Надо сказать, что у рыб и у хрящевых, и у костных позвоночник срастается с черепом неподвижно. Более того, первый позвонок просто-напросто врастает в череп, и рыба не двигает головой относительно позвоночника. Ну, ей это и не зачем, потому что в воде она может принять любое положение очень быстро развернуться. висцеральный череп состоит из челюстей, верхняя челюсть и нижняя челюсть. Опять же, хрящи имеют свое название, пока не будем излишне пользоваться терминологией. Подвесок или гимандибуляр, который прикрепляет эту челюсть. Рыбы действие лично. Геоид, который подстилает челюсти снизу и жаберные дуги, которые поддерживают жаберный аппарат. У костных рыб мы можем выделить те же самые отделы. Осевой или мозговой черепная коробка, висцеральный, которым можем выделить челюстную дугу, подъязычную дугу и жаберные дуги. Но происходит их окостенение. Для костных рыб довольно-таки глубокое, но не для всех полное. Есть костные рыбы, у которых частично произошло окостенение. И окостенение идет двумя путями. Первый путь – это окостенение хряща. Кости такие мы называем первичные или хондральные от слова хондрос – хрящ. То есть первичные кости за счет окостенения хряща. И вторичные кости или покровные, которые формируются в коже. Помните базальные пластинки? На них начинается формирование этих костей. Они поврушаются, разрастаются, расстаются между собой и формируют покровные кости. Их даже иногда и называют кожные кости. Так вот, если взять черепную коробку, то бока черепа состоят из хондральных костей. На схеме они заштрихованы. А вот крыша черепа и дно черепа состоит из покровных костей. Обратите внимание, я опять же не называю название костей на нашем уровне, пока это не надо. Студенты у нас эти названия костей все подробно разбирают и знают, из чего состоит отделы черепа, из каких костей бока, из чего состоит крыша, из чего состоит дно. Далее, с верхней челюстью. Верхняя челюсть окостеневает, причем окостеневает она ее передняя часть хондральная и задняя часть хондральная. А в середину встраиваются, ну уж, буду иногда пользоваться названиями, крыловидные кости, они покровные. Соответственно, мы имеем первичную верхнюю челюсть, ну, которая в основном сформировалась из верхней челюсти хрящевых, ну, или общих предков. Но у костных рыб имеется еще и вторичная верхняя челюсть, состоящая, ну, из двух парных костей, чаще всего. Предчелюстной и верхней челюстной. То есть, то, чем кусается рыба, это в основном вторичная челюсть. То есть, у рыбы две верхних челюсти, первичная и вторичная. нижняя челюсть также состоит из алимента окостеневшего, который был когда-то нижней челюстью предковых форм и имел полностью хрящевую структуру. Но сверху девается зубная, кость несущая зуба, она покровная, и как замочек формируется еще одна косточка, угловая, которая запирает эту систему. То есть, получается, как бы нож, одетый в ножны, ножом будет остаток хряща, ножны, покровная кость, ну и как, если кинжал в ножны вставляем, мы его запираем каким-то замочком. Тут имеется такой кистяной замоч угловая кость. Подвесок остается хондральным, то есть, первичные кости, геоид тоже, жаберные дуги тоже. А вот жаберная крышка это уже вторичные, покровные кости, вновь образованные у предковых форм их нет. Вот такие достаточно сложные процессы происходят при окостенении черепа у костных рыб. Вот с периферическим скелетом будет, ну, может быть, попроще, потому что план строения будет общим. Мы можем выделить два типа позвонков, уже сказали, туловичный и хвостовой. В любом случае, позвонок состоит из тела позвонка, у рыб тело позвонка двояко вогнутые. И вот, если вы рыбку кушали, позвоночник разбирали, вы видели, что позвонки двояко вогнутые, а между ним есть какая-то ткань, и даже внутри позвонка имеется дырка, внутри тела позвонка, и там тоже что-то есть. Это остаток хорды. Вот мы говорим, что хорда замещается позвоночником. Так вот, у рыб и у хрящевых, и у костных остатки хорда сохраняются. Они сохраняются между позвонками внутри вот этого отверстия. У позвонков имеются верхние и нижние отростки. Верхние соединяются в любом случае у обоих типов позвонков и образуют верхние дуги позвонка. Эти дуги позвонка защищают спиной мозг. Они образуют спинно-мозговой канал. Невральная дуга или дуга образующая для защиты для нервной системы, для элемента центральной нервной системы, для спинного мозга. И поперечные отростки, к которым крепятся ребра. В хвостовом позвонке также имеем тело. Верхние дуги образующие канал для спинного мозга, спинно-мозговой канал. А вот нижние отростки также соединяются и образуют канал для кровеносных сосудов, для хвостовой артерии и хвостовой вены. Поэтому его называют гемальной, гемокровь. Это канал для крупных кровяных сосудов, лучших кровь, хвост. Защищает их. Парные плавники и их пояса. Слева это хрящевые рыбы, справа это костные. Здесь мы тоже будем иметь дело с двумя типами окостенений. Если мы посмотрим на плавники, особенно интересно будет у грудного плавника, имеется лопаточный каракоидный отдел. Почему пояс? Потому что он как пояс или полупояс опоясывает тело рыбы, крепится в мускулатуре и удерживает плавник. У костных рыб он даже будет прирастать с обоих сторон к мозговому черепу и пояс будет замкнутый. И к нему крепятся пардиальные хрящи, к нему несколько рядов базалий и эластотрихи, нити, поддерживающие сам плавник. Что-то сходное формируется и у костных рыб, только система окостеневает и плюс появляются покровные кости, то есть опять же лопатка и каракоид, плюс покровные кости, которые называются клейтрумы, базальные радиальные хрящи, липидотрихи только мы говорим, да, костные плавниковые лучи. С тазовым поясом проще. Пояс представляет собой тазовую пластинку хрящевую либо костную, но у хрящевых рыб имеется базалия одна, к ней крепится ряд радиалей и эластиновые льники, поддерживающие плавник. У костных рыб костные лучи, поддерживающие плавник, крепятся непосредственно к тазовым пластинкам. Но у лопастоперых рыб плавник имеет более сложное строение, да, вот эта система базальных алиментов костеневших, она имеет уже определенную структуру, они вдаются в рядовидов вот здесь еще не глубоко, глубоко в плавник и формируют вот это самое мясистое основание, которое в дальнейшем эволюции даст конечности. Думаю, что с пищеварительной системой особых проблем не будет, да, рот вооруженный челюстями с зубами ведет в глотку, в которой имеются жаберные отверстия, ведущие к жабрам, и на жаберных дугах имеются жаберные лучи, которые прикрывают эти отверстия, чтобы туда не попала пища. Они прикрыты, защищены. Дальше по пищеводу кровь поступает в желудок, в кишечник, и вот в кишечнике будут отличия. У хрящевых кишечник слабо дифференцирован, и для того, чтобы увеличить поверхность всасывания, всасывающую поверхность кишечника, внутри кишечника хрящевых рыб имеется спиральный клапан, то есть такая извитая стенка наподобие шнека мясорубки. Соответственно, когда вдоль этого шнека движется пища, она может всасываться по большой площади. У костных рыб увеличение всасывающей площади кишечника происходит другим путем. Здесь формируются многочисленные изгибы кишечника, ну и соответственно у хищных кишечник будет короче, у растительноядных длиннее. Это закономерно проявляется у многих животных, у многих хордовых животных, ну уже у рыб. Вот здесь на вскрытой акуле видно крупную печень, это основная пищеварительная железа, которая выделяет желчь, накапливающаяся в желчном пузыре и стекающем по желчному протоку в желудок. Имеется поджелудочная железа в складочке. И в конце кишечника у хрящевых рыб имеется еще одно важное образование. Это вот такой пальцеобразный вырост, он чем-то по своей структуре и местоположению напоминает аппендикс млекопитающих. Этот вырост кишечника называется ректальная железа и относится он не к пищеварительной системе, а к выделительной. Он выделяет излишки соли. Вот такой своеобразный орган формирует сухопрящевых рыб. Ну у некоторых костных, например, у сетровых ректальной железа тоже есть. Дыхательная система это жабры. Рыбы дышат водой, скажем так, растворенным в воде кислородом и пропускают через жабры большое количество воды. Структура жабр у хрящевых и у костных тоже будет несколько отличаться. Естественно, и в том другом случае жабры сидят на жаберных дугах, но у хрящевых рыб имеются еще межжаберные перегородки среднедлитканные. Вот они здесь на срезе показаны. И, собственно, когда мы видим бок передней части тела акулы, то видим несколько жаберных щелей, разделенных такими вот складками, которые снаружи кожей здесь покрыты. Внутри между жабрами, прям по жабре проходящей, такие складки тоже есть, то есть они не только снаружи, они доходят вплоть до жаберной дуги. И жаберные лепестки, которыми дышит акула, они лежат непосредственно на этих соединенно-тканных межжаберных перегородках. Они к ним практически прирастают почти по всей длине, только сан краешек отходят. Ну и соответственно, когда хрящевые рыбы дышат, а дышат они двумя путями. Есть те, у которых очень примитивное дыхание, кстати, к ним относятся и большая белая акула. Им необходимо плыть, чтобы дышать. Плавают они с приоткрытым ртом, и за счет движения вода затекает в рот, дальше проходят жабры, омывают их, происходит газообмен. У других акул формируется из одной из жаберных щелей, формируются отверстия, брызгальцы, вот на этой схеме она показана, и тогда акула уже может дышать, не плавая, за счет увеличения и уменьшения ротовой полости, засасывая воду в ротовую полость через брызгальцы, а выдавливая ее через жаберные щели. Тогда происходит газообмен. У костных рыб жабры устроены несколько по-другому. В принципе тоже имеется жаберная дуга, на ней жаберные тычинки, которые предотвращают попадание, помните, я говорил, пищи в жаберные щели, а вот жаберные лепестки сидят непосредственно на жаберной дуге, и сидят они в два ряда. Вот здесь на схеме показано два ряда жаберных лепестков. И эти жаберные лепестки, предыдущие и последующие жабры между собой, сжимаются и являются клапаном. Вот здесь руками этот клапан открыт. Здесь на левом рисунке эти лепестки, предыдущие и последующие жабры, смыкаются между собой и, собственно, пропускают воду, только когда рыба начинает работать жаберной крышкой. Рыба предкрывает жаберные, раздвигает точнее жаберные крышки, полость между жаберной крышкой и жабрами увеличивается. По краю жаберной крышки имеется соединительная тканная складка, она прилипает к стенке тела. То есть рыба в этот момент раскрывает жаберные крышки, не открывает жаберную свою щель. Она прикрывается, прижимается, присасывается, подтягивается сюда вот эта складочка, ее закрывает и, соответственно, вода через рот проходит в глотку и через жаберные щели между жаберными лепестками попадает в жаберную полость, то есть под жаберную крышку. Когда рыба сжимает свои жаберные крышки, я сейчас тут освобожу, чтобы было видно, когда рыба сжимает жаберные крышки, соответственно, вода выходит из-под этой жаберной крышки наружу. Сыдельно-тканная складка отгибается этой водой, этим водным потоком, и, соответственно, вода выходит, а рыба может делать очередной вдох. Если вы посмотрите на рыбку в аквариуме, увидите, что она постоянно движет жаберными крышками. Это она дышит. Соответственно, для чего дышит? Для того, чтобы обогащать кровь кислородом. Соответственно, кровеносная система. У рыб два круга кровообращения и, соответственно, двухкамерное сердце. Двухкамерное сердце, состоящее из предсердия и желудочка. И в сердце у рыб только венозная кровь. В сердце приходит венозная кровь со всех вен. Дальше из сердца и желудочка она проталкивается в брюшную аорту. Идет в единственный круг кровообращение. Приносится кровь к жабрам. Там происходит газообмен. Ну и дальше кровь идет уже к спиной аорте артериальная. По спиной аорте разносится по всему телу ее ответвлением. В том числе и вот здесь показан к кишечнику. И кровь собирается по венам. С передней части передние кардинальные вены. С задней части задние кардинальные вены. Ну и свой сосуд идет от кишечника. Это подкишечная вена, которая вот на этой схеме не показана, но важный момент. В печени разделяется на сеть капилляров. То есть у всех позвоночных животных уже у рыб кровь от пищеварительной системы идет сначала в печень, где происходит ее очистка, ее детоксикация. И потом уже очищенная кровь может идти к сердцу, замыкая и эту ветвь единственного круга кровообращения у рыб. Вот такая вот, ну достаточно несложная система, но вот со своим путем омывания крови пищеварительной системе. Требует дальнейшей очистки. Выделительная система представлена туловищными почками или мы их называем мезонефрические почки. Они в самом деле находятся в туловище. Ну рыбу наверное многие чистили, представляют что делать с рыбой. Когда мы берем тушку рыбы, ее выпотрошили, мы потом еще вдоль позвоночника вот в этой выпотрошенной брюшной полости вскрываем вдоль позвоночника идущую там покровы и под ними находится такая черно-красная грязноватая легко вымывающая структура. Это и есть почка. То есть когда вы обрабатываете рыбу, не забывайте удалить, прочистить почки. Будет намного вкуснее. Собственно как устроены почки внутри. Имеется идущий вдоль всей почки мочеточник. Вот он здесь на схеме показан цифрой 1. Это три уровня формирования почки. Первые почки, которые сформировались это почки головные. У современных животных они встречаются только на личиночной стадии, но у рыб такая почка развивается. Она в самом деле в головном почти отделе, в передней части брюшной полости формируется и представляет собой воронку, открывающуюся в полость тела. От воронки идет небольшой извитой канализ снефрона, который открывается в мочеточник. Около воронки в стенке тела имеется с клубочек капилляров. К этому клубочку капилляров идет артериальная кровь. Это важно, то есть под большим давлением. Кровяное давление здесь имеет огромный урон. За счет давления крови здесь происходит инфильтрация первичной мочи, то есть легкой фракции кровяной плазмы с продуктами метаболизма, а рыбы выделяют довольно легкое вещество аммиак. Соответственно, это жидкость с аммиаком подхватывается ворсинками воронки и направляется в нефрон. Естественно, такая почка непроизводительна, неудобна. И дойдет дальнейшее ее развитие. Вот этот клубочек капилляров обрастает тканью нефрона и таким образом в дальнейшем и воронка зарастает и исчезает и остается только почечный клубочек, находящийся на конце нефрона. И вот такая почка уже становится более эффективна. У современных животных в мезонефрической в туловичной почке можно встретить одновременно и нефроны, имеющие воронку, и нефроны, у которых воронка уже заросла. Но в любом случае в них будут иметься почечные клубочки. В них инфильтрация идет намного активнее и, соответственно, мочеводеление может идти более активно и адаптивно, потому что рыба может находиться в разной степени солености воды. Ну и на правой схеме здесь показано, что вся эта система оплетена системой капилляров, где происходит еще и вторичное обсасывание при необходимости воды или там каких-то веществ, которые из плазмы попадают в первичную мочу, но организм они нужны и тогда они в кровь могут снова всасываться естественно с затратой энергии, поэтому здесь ткани имеют большое количество митохондрий. ну и размножение рыб. У рыб, у разных групп рыб можно выделить разные типы размножения, такие как откладка яиц, это наверное первичный и наиболее распространенный способ размножения, яйца костных рыб мы называем икрой и собственно вы прекрасно видели как они выглядят, имеют такую раздувающуюся особенно у земноводных мы увидим оболочку полужидкую, а вот у хрящевых рыб оболочек яиц очень плотные, откладывается яиц мало и они имеют довольно плотную оболочку и зачастую имеют многочисленные крючочки и выросты для того, чтобы зацепить их за субстрат, в данном случае это яйца гигантской акулы. Также у рыб встречаются и разные формы живорождения. Яйца живорождения, когда яйцо проходя по половым путям задерживается там, задерживается в яйцеводе или задерживается там в расширении яйцевода, которое называется маткой, но развитие идет самостоятельно за счет яйца, за счет желтка накопившегося в яйце. У хрящевых рыб даже формируется желточная плацента, то есть плацента связана не с материнским организмом, а с желтком и развитие идет за счет желтка, но имеются и некоторые формы настоящего живорождения, как у некоторых скатов, когда скат развивается в расширении яйцевода в матке, а от материнского организма через брызгальца, мы про них уже говорили, врастают ткани, подходят к жабрам, и здесь происходит обмен веществ, газообмен между организмом матери и организмом молодого развивающегося ската. Вот это уже будет настоящее живорождение, то есть зародыш развивается не только за счет желтка яйца, но и за счет организма матери. Так что настоящее живорождение встречается не только у млекопитающих. Естественно, здесь не образуются настоящие плаценты, но вот такое своеобразное приспособление имеет место. Нервная система рыб, головной мозг, он достаточно развит, имеется все пять отделов, передний, средний, промежуточный, продолговатый мозг, мозжечок, на рисунках здесь видно, ну и вот скрытый мозг ската, сверху увиден здесь определенный от головного мозга отходит 12 пар черепных нервов, ну и дальше продолговатый мозг переходит в спинной мозг, и в спинного мозга отходят уже свои спинномозговые нервы, структура. Органы чувств у рыб, ну во-первых у рыб, особенно у хрящевых, очень хорошо развито обоняние, естественно нюхают они не воздух, а воспринимают растворенные вещества в воде, вот имеются обонятельные капсулы, которые соединены довольно мощным нервом или же даже трактом обонятельным, то есть эта часть мозга, это не просто нерв, нервы вот здесь коротенькие, а эта часть мозга подходит прямо к обонятельной капсуле, поэтому очень хорошо передается в анализатор нервный импульс. Зрение характерно для рыб, обратите внимание, настроение глаза вы все прекрасно знаете, обращу внимание только на один момент, хрусталик у рыб, он близок к шарообразной форме, слабо сплюснут и не изменяет своей кривизны, то есть аккомодация у водных животных, у рыб производится за счет приближения отдаления хрусталик от сетчатки, а не изменение его кривизны. Орган слуха и равновесия это внутреннее ухо, улитка, которая имеет три полукружных канала, но она никаким образом не соединяется с внешней средой и колебания воздуха рыбы, конечно, воспринимать не могут, они улавливают колебания воды, которые по их телу, черепу передаются непосредственно уже находящиеся под черепом внутри мозга внутреннего уха, органы внутреннего уха. Органы вкуса у рыб находятся не только в воде, не только в ротовой полости, да, если рыбы имеют усики, то на них тоже могут иметься вкусовые сосочки. И очень важный своеобразный орган это боковая линия, орган, который улавливает изменение давления, малейшее изменение давления воды, то есть воспринимает движение воды около тела. Насколько хорошо работают боковая линия, насколько рыбы умеют ей пользоваться, приведу простой пример. Встречали очень старых возрастных щук, слепых, которые продолжали жить, нормально жить в воде, плавать среди зарослей и охотиться успешно, то есть они воспринимали колебания воды от своей жертвы и могли ее поймать. Очень такой важный орган для водных животных, как раз то чувство, которое мы наземные обитатели утеряли. ну наверное на этом мы с рыбами закончим и перейдем к следующему этапу нашей сегодняшней лекции это земноводные. Но опять же прежде чем говорить непосредственно о современных земноводных и их организации несколько слов о выходе на сушу. мы уже сказали, что рыбы осваивают пресные воды, формируется несколько групп челюстноротых рыб, в том числе и хрящевые, и костные, и среди костных важной в эволюционном плане являются лопастоперые, те, у которых плавники имеют мясистое основание. Две наиболее значимых групп лопастоперых это двояко дышащие рыбы и кистеперые рыбы. Вот все наземные животные, то, что мы называем тетроподы, четвероногие, берут свое начало от кистеперых рыб, причем от пресноводных кистеперых, которые мы называем репидистии, группа репидистий. До наших дней из кистеперых дожила только морская форма латимерия, которая относится к морским кистеперым рыбам целлакантам. Вот мы уже говорим о том, что есть морские рыбы и среди кистеперых, и среди лопастоперых, и среди лучеперых. Прекрасно знаем, что есть пресноводные рыбы и морские рыбы. Так вот, те рыбы, которые с челюстями и плавниками, в море они вошли вторично. Они сначала сформировались в пресной воде, потом уже ушли в море вторично и адаптировались по новой к морской среде. Репедисти остались жить в пресных водах, как правило, в стоячих водоемах. При климатических изменениях эти водоемы стали высыхающие, соответственно в теплое время года или в теплом климате мало содержится кислорода в воде и соответственно проблема дыхания в воде, в которой очень мало кислорода, неоднократно решалась рыбой. И они имеют самые разные приспособления. И лабиринтовые органы лабиринтовых рыб. Имеются варианты заглатывания воздуха в ротовую полость и большое количество капилляров ротовой полости и там идет газообмен. И формируются настоящие легкие неоднократно у разных групп рыб. В том числе у некоторых репедистей. И вот в дальнейшем репедистии дали начало наземным животным. И здесь опять же два основных вектора при выходе на сушу. Первое это надо чем-то ходить, то есть формирование конечностей и надо чем-то дышать, то есть формирование легочной системы, легочного дыхания. И вот смотрите интересный пример. Сейчас уже стало известно, что в общем-то конечности они начали формироваться до того, как рыбы полезли на сушу. Они оказались довольно эффективны на мелководье. Ну наверное многие когда учились плавать долгое время барахтались на мели. И когда мы на мели находимся, нам проще не пытаться плыть, а просто руками, а то и ногами отталкиваться от дна. В свое время мы довольно много играли в воде в догоняшки, даже на глубоких местах научились плыть под водой, не отталкиваясь от воды, а отталкиваясь ногами от дна. Получилось достаточно эффективно и быстро. Ну в общем-то то же самое происходило у рыб. То есть сначала они научились отталкиваться своими лопастоперами конечностями от дна. Разумеется, что одним рычагом отталкиваться неудобно и формируются какие-то подобии суставов и конечности уже могут изгибаться, как показано на схеме. Ну и соответственно имея уже такие конечности можно выходить на сушу. Попадая на сушу животные уже могут здесь перемещаться. Однако здесь есть важная проблема. Вот смотрите на нижних картинках показано если имеются вот такие первичные примитивные конечности но они расположены скажем так по рыбьему очень близко к голове и грудные и извините да брюшной плавник вот этот вот уже изломанный достаточно близко к хвосту то попадая на сушу то есть не находясь взвешенном в воде такой живот и не сможет передвигаться нужно конечности сближать и пояс передних конечностей отделяется от мозгового черепа для того чтобы его можно переместить немножко дальше по телу ну пояс брюшных плавников переместить проще он не привязан пока еще но тогда он может мало выдержать в дальнейшем он будет привязываться к крестцовому отделу позвонка позвоночника извините об этом мы поговорим когда будем рассматривать непосредственно скелет земноводных ну вот то если рассматривать систематику класса амфибии то увидим что большая часть из них давным-давно уже вымерла в настоящее время сейчас у нас остались представители отряда безногие это червяги относящиеся к классу извините к подклассу тонкопозвонковые не будем уже в эту тонкую систематику трогать и представители подкласса беспанцирные или голые амфибии два отряда безхвостые и хвостатые собственно вот три отряда безногие безхвостые и хвостатые представляют современных земноводных про форму тела поговорим в конце когда будем говорить о разнообразии поэтому начнем с покровов традиционно с кожи двуслойно эпидермис и собственно кожа дерма помним эпидермис октодермального дерма мезодермального происхождения что будет в отличие от рыб кожа голая не покрыта чешуей и у земноводных формируется большое количество желез причем железы многоклеточные у рыб они были одноклеточные у земноводных многоклеточные выходя на сушу одноклеточные железы очень быстро высыхают нужно чтобы они были железистые клетки не на поверхности кожи не в прямом соприкосновении с атмосферным воздухом а были заглублены поэтому формируются вот такие вот многоклеточные железы которые имеют проток среди земноводных есть ядовитые формы у которых формируются ядовитые железы еще одна особенность кожи земноводных это то что она имеет хорошо развитую капиллярную сеть земноводные кожи дышат кроме легочного у них есть еще и кожное дыхание особенно оно активно работает когда они находятся в воде потому что такое дыхание может идти только через увлажненную кожу но и на суше когда кожа увлажнена газообмен вполне производится между воздухом с увлажнением кожи а с вот этой пленочной водой вот здесь она так и показана идет газообмен с капиллярами кожи скелет опять же мы выделяем череп позвоночник пояса конечности и конечности то есть уже на основе парных плавников формируются настоящие рычажные пятипалые конечности череп у земноводных слабо костеневает то есть хондральных образований мало и в черепе остается достаточно много хряща ну и плюс формируются покровные кости что важно для черепа это то что череп становится аутостиличный то есть верхняя челюсть прирастает к мозговому черепу а подвес геомандибуляр соответственно высвобождается он не пропадает просто так эта редуцированная косточка переходит в среднее ухо и становится стремечком то есть появляется первая слуховая косточка которая позволяет земноводным слышать не только в воде но и на суше то есть воспринимать колебания воздуха звуковые колебания воздуха и вот здесь уже помогает этот самый гемандибуляр он превращается в стремечка в позвоночнике тоже появляются новые отделы во-первых шейный отдел появляется пока один но уже самостоятельный шейный позвонок и он подвижно или полуподвижно соединяется с мозговым черепом на этом шейном позвонке имеются две суставные поверхности а в затылочном отделе черепа появляются два ну таких выпуклости мышелка эти мышелки имеют плотный хрящ на своей поверхности и формируется уже сустав между первым позвонком и затылочным отделом черепа мышелками затылочного отдела соответственно уже земноводные могут немного двигать головой пока только вверх и вниз вертеть головой поворачивать ее влево вправо они не могут но могут поднимать вверх-вниз дальше туловичный отдел который имеет поперечные отростки помните и последний туловичный позвонок он более мощный имеет мощные поперечные отростки к которым прикрепляется пояс задних конечностей и этот позвонок называется крестцовый то есть у них уже появляется крестец еще один отдел позвоночника хвостовой отдел у хвостатых представлен отдельными позвонками а вот у безхвостых хвостовые позвонки сливаются в одну косточку она называется урастиль но он все равно присутствует хвостовой отдел пояс конечностей и конечностей пояс конечностей будет состоять из лопатки надлопаточного хряща ключицы и каракоида сама конечность из плеча из одной плечевой кости предплечья локтевая и лучевая кость у земноводных срастается запястье пясть и фаланги пальцев пояс задних конечностей это длинная вытянутая у безхвостых подвздошная кость не такая вытянутая она будет у хвостатых подвздошная кость седалищная кость и соединяющий их лобковый хрящ он не костеневает вместе соединение подвздошной и седалищной образуется вертлужная впадина куда прикрепляется головка бедра соответственно бедро голень локтевая и лучевая кости которые образуют голень у земноводных тоже срастается предплюсно плюсно и фаланги пальцев вот эти элементы конечностей плечо предплечье запястье пясть и фаланги бедро голень предплюсно плюсно и фаланги пальцев задней конечности будет общей схемой конечностей для всех четвероногих животных и земноводных и пресмыкающих и птиц и млекопитающих пищеварительная система ну в общем-то можно сказать что по сравнению с рыбами она более дифференцирована появляется более извитой кишечник уже дифференцированный хорошо дифференцированный на тонкий и толстый отдел кишечника ну и кишечник романтишка открывается у земноводных в клоаку то есть общее расширение куда выходят и половые продукты протоки и мочевые протоки и анальные отверстия опять же печень желчный пузырь поджелудочная железа основные пищеварительные железы ну как вы знаете земноводные могут охотиться на летающих насекомых и для этого служит им особым образом складывающийся язык который может выбрасываться ну на определенные расстояния он имеет липую поверхность и соответственно может ловить летающих насекомых а не только собирать их с земли дыхательная система вот здесь уже формируются легкие не забываем что земноводные дышат и кожей и легкими два органа дыхания практически кожа тоже является органом дыханием у личинок земноводных дыхание жаберное но и у некоторых земноводных жаберное дыхание может сохраняться в течение всей жизни но подавляющее большинство формирует легкие легкие в зависимости опять же от степени наземности земноводных могут быть абсолютно гладкие могут иметь в той или иной степени выраженную ячеистость то есть ячеистость легких увеличивает площадь всасывающей поверхности и эффективность дыхания легкие открываются непосредственно в ротовую полость сразу легкие к ней прикрепляются отверстием и у лягушек вообще у земноводных не формируются грудной клетки и дыхание происходит за счет заглатывания воздуха через ротовую полость при этом воздух проходит через ноздри важное образование смотрите если у рыб ноздри входили только в обонятельные мешки то уже у всех наземных у нас в том числе через ноздри дальше через внутренние ноздри которые называются хааны воздух попадает в ротовую полость и земноводные как и мы могут дышать через ноздри собственно что они и делают но они не могут расширять легкие поэтому дышат под челюстной мускулатурой опять же если мы будем смотреть на какую-нибудь лягушку или жабу то увидим что она постоянно движет под челюстной мускулатурой то есть под горлом у нее под челюстями складка то раздувается то поднимается постоянно происходят вот такие колебательные движения это она дышит при этом дыхание у земноводных четырехтактное смотрите при вдохе ноздри открываются а ноздри у них имеют клапан и закрывается гортанная щель воздух через ноздри мускулатура под челюстная опускается расширяя ротовую полость и воздух через ноздри заходит в рот в ротовую полость далее ноздри закрываются открывается гортанная щель межчелюстная мускулатура поднимается сжимая ротовую полость и воздух проталкивается в легкие. Потом мускулатура снова опускается, увеличивается ртовая полость. Воздух из легких обратно входит в ртовую полость. В легких произошел газообмен. И после закрывается гортанная щель, открываются ноздри, воздух выталкивается наружу. И так цикл повторяется многократно. То есть дышат земноводные не за счет грудной клетки, которых у ней нет, а за счет ртовой полости увеличивая, уменьшая объем ртовой полости, засасывая воздух сначала в рот, потом проталкивая в легкие, потом из легких снова в рот и выталкивая наружу. Кровеносная система. Здесь тоже очень интересно. Получается, что уже имеется два круга кровообращения. Легочный круг кровообращения или малый и большой круг кровообращения. Характери для земноводных. И не забываем, что у земноводных еще и кожа дышит. Вот с кожей вообще интересно. Мы сейчас рассмотрим круги кровообращения, и потом скажу, что же с кожей. Вот смотрите. От легких артериальная кровь попадает в правое предсердие. То есть у земноводных имеется один желудочек и два предсердия в сердце. Трехкамерное сердце. Соответственно, артериальная кровь из легких попадает в левое предсердие. Правой сказал. Левое предсердие. Венозная кровь вся собирается в правое предсердие. И в правое предсердие попадает артериальная кровь от кожи. Туда же, вместе с венозной. Вот такая вот особенность. Соответственно, при систоле предсердий кровь попадает в желудочек. И желудочек внутри имеет многочисленные складки, карманы, которые не дают крови полностью перемешиваться. И кровь распространяется в сердце, в желудочке сердца таким образом, что наиболее венозная находится в его правой верхней части, наиболее артериальная – в левой нижней. В правой верхней части от желудочка у земноводных отходит артериальный конус. И только от артериального конуса уже отходят артерии. Точнее, они отходят сначала в общем чехле тремя вот такими просветами. В самый нижний попадает венозная кровь, то есть при систоле желудочка. Первые порции крови, которые проходят через артериальный конус. В артериальном конусе есть спиральный клапан. Мы сегодня такое название уже называли. Говорили, что есть спиральный клапан в кишечнике у хрящевых рыб. Это, естественно, другой спиральный клапан. Он находится в артериальном конусе. И он постепенно по очереди открывает третьих просветок. Соответственно, в начале систоле желудочка первые порции крови, которые идут в артериальный конус – это венозная кровь. И спиральный клапан приоткрывает первый просвет. Это просвет кожно-легочной артерии. По ней кровь пойдет, эта артерия, эта кожно-легочная дуга разделится на кожную и легочную. И венозная кровь пойдет к легким и к коже для того, чтобы произошел газобмен. И кровь стала артериальной. Далее продолжается систоле желудочка, давление увеличивается. Лепесток спирального клапана приоткрывает второй просвет. Это дуги аорты. Левая и правая дуги аорты огибают сердце. Вот здесь это показано. Сходятся между собой и образуют спинную аорту. То есть дают кровь. Большей части тела. Всей брюшной части, да, и туловищной, и задним конечностям. Последний просвет скрывает в самую последнюю очередь. Туда попадают последние порции крови. Самой левой нижней части – это наиболее артериальная кровь. Конечно, ее надо направлять в голову. Это сонная артерия, точнее сонная дуга, которая даст сонную артерию и подключичную. То есть артериальная кровь идет к голове и к передним конечностям. Вот такой вот своеобразный способ распределения крови за одну систолу, неравномерно размещенной, неперемешанной крови в желудочке, существует у земноводных. Выделительная система у земноводных – это типичные мезонефрические почки, имеющие ту же структуру, что и у рыб. У самцов имеется вольфов канал, который выполняет функции и мочевого точника, и семяпровода одновременно, а у самок развивается отдельный яйцевод, захватывающий воронки созревающие яйца и, соответственно, откладывающий их наружу. Структура головного мозга, в общем-то, сходна с таковыми, таковой с рыбами, увеличивается степень S-образного изгиба головного мозга, однако у земноводных по сравнению с многими рыбами даже слабо развит мозжечок. Очень простые движения, несложные их координации, поэтому мозжечок представляет собой вот такое вот небольшое образование. Оставленные уровни нервной системы головного мозга развиты достаточно хорошо. Если говорить об органах чувств, то, в общем-то, боковая линия на примитивном уровне существует у личинок земноводных, у головастиков, ну, у взрослых она практически пропадает. Глаз остается водного типа. Мы говорим земноводное, да, но глаз у них остается водного типа, то есть аккомодация близкого к шарообразной форме зрачка происходит за счет приближения и отдаления его от сетчатки. Однако, для того, чтобы на суше зрачок не высыхал, роговица глаза не высыхала, имеется мигательная перепонка, которая будет прикрываться и смачивать слезной жидкостью роговицу глаза. Ну и если говорить о форме тела, да, здесь на слайде показаны формы тела, которые существовали у разных групп земноводных, в том числе и вымерших. Давайте остановимся на тех, которые встречаются и в настоящее время. Ну, саламандрообразные, то, что характерно для саламандр и тритонов, похожих на таких вот ящерцеподобных животных. Червеобразные у червяк, и лягвообразные, очень своеобразные формы тела, которые характерны для бесхвостых, для лягушек. Очень типичная форма тела, лягвообразная. Вот, собственно, основные позиции, которые стоит осветить при общей характеристике земноводных. Наверное, на этом я закончу свой рассказ. Единственное, что, вот смотрите, здесь изображены рыбы. Эта рыба, это не земноводная, эта рыба называется иллистый прыгун. Иллистые прыгуны живут в мангровых зарослях тропических побережий, и при отливах они активно прыгают за счет, в основном, грудных плавников, перемещаются по суше, а во время прилива они с помощью их могут даже вылезать на ветки мангровых деревьев и, соответственно, находиться там. Вот такое своеобразное животное, которое внешне соединяет, сводит и делает похожими этих рыб на земноводных. Ну, я, наверное, остановлю демонстрацию. Количество народа у нас увеличилось и с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Хорошо, спасибо. Спасибо, ребята. Ну что ж, спасибо за внимание. Я думаю, что на следующей неделе мы с вами снова встретимся и поговорим о присмыкающихся и о птицах. Если у вас к этому времени появятся вопросы и по данной теме или еще какие-то по позвоночным животным, буду рад на них ответить. Тогда вопросов нет больше, да? Ну что ж, спасибо, всего доброго. Буду рад вас видеть на следующем занятии. Спасибо. Спасибо.